Ребят, всем привет! Осталось прямо совсем немного времени до нашего отъезда. И мне хотелось бы записать такое небольшое видео. Это свои впечатления о жизни на юге. Конкретно в городе Еськ, Краснодарского края. Прожила я здесь два года. И могу объективно дать оценку жизни в одном из городов Краснодарского края. Что мне очень сильно нравится, это, конечно же, погода, климатические условия, чистый свежий воздух. Это я сейчас сравниваю с местом, где я живу и куда возвращаюсь. Жила, точнее, возвращаюсь. И с городом Ейском. Очень вкусные натуральные продукты. Здесь намного вкуснее хлеб, мясо. Это вот то, что я прямо остро ощутила. Большая такая, большая грань, большая разница. Вчера буквально с Ксюшей... Так, сейчас тут у меня препятствие. Вот по таким дорожкам приходится идти аккуратно. С Ксюшей вчера ужинали, и я говорю, боже мой, всё, я, наверное, в последний раз ем этот вкусный хлеб, потому что дзержинские качества хлеба будут очень сильно отличаться от ейского. Что ещё? Из таких тоже острых моментов, которые можно отметить, это работа. Польские работы. Её здесь практически нет. Если есть работа, то, как я уже говорила, невероятно тяжёлые графики. Это и 6 к 1 могут быть по 9-10 часов, и по 12 часов 4 дня можете работать с одним выходным. В общем, вот как-то так. При этом, при всём, зарплата будет невысокой. Например, сейчас от 20 до 30 тысяч. Чтобы найти зарплату 40 тысяч, нужно очень хорошо постараться. Это огромный минус графики и продолжительности рабочего дня. Поэтому у нас вчера пришёл клиент, и он, знаете, такой белый, у него кожа белая. И вся фирма смеётся. Кто живёт у моря, тот море не видит. Море не купается и не загорает. По факту так и есть. Поскольку я приезжу, я как-то находила... Так, давайте я дорогу перейду. Находила время, чтобы съездить и покупаться. Потому что для нас это роскошь, для нас это... Это редкость. Поэтому я старалась прям максимально накупываться. Ради этого мы, собственно говоря, сюда и приехали. Поэтому, работая здесь, возможно, вы не будете видеть море. Потому что будете уставать так, что вам будет уже не до него. Домашние дела никто не отменял. Вот, поэтому как-то так. Что ещё из важных моментов? Работа, зарплаты. Так, море, хлеб, продукты. Экология очень хорошая. В общем, есть свои плюсы огромные. Есть свои огромные минусы. Хорошо тем, у кого есть какая-то удалённая работа. Тогда уже не надо париться по поводу графиков и поисков работы. Она здесь в основном временная. А, здоровье. Медицинное здоровье. Здесь они как бы есть, врачи. Но в 90% случаев они будут платные. И поэтому платных медицинских центров полно. Но за всё придётся платить. Чтобы попасть к бесплатным врачам, это очень сложно. Ну и плюс ко всему, многих специальностей в поликлиниках просто нет. А лечение, например, въезд. Если что-то серьёзное, не грипп и простуда, то, как правило, вас будут перенаправлять в Краснодар либо Ростов. Я прошу прощения, я бегу на работу, поэтому записываю на ходу видео. У меня, как всегда, ограниченное время. Я чувствую, я уже прям запыхалась. Иду достаточно быстро. Сейчас идти мне минут, наверное, 30-40. Поэтому от другого времени записывать видео особо сейчас нет. Я сейчас делаю дела. Подчищаю хвосты перед уездом. Вот как-то вкратце, вот так вот, свои впечатления о юге. В принципе, я рассказала. Возможно, потом, когда уже приеду домой, соберусь с мыслями, запишу более длинное видео. Может быть, вопросы какие-то возникнут сейчас. Так, перейду. По поводу меня, по поводу моего... Давайте я камеру возьму другую руку, а то у меня уже рука устала. По поводу моего отъезда. Поспешного. Как еще писали. Необдуманного. Ну, в общем, что-то в этом роде. Да нет, ребят, все обдумано. Да там обдумывать-то нечего. Поэтому это логическое завершение наших отношений. Я еду туда, потому что я не бегу. А кто смотрит наш канал, они знают, что у меня достаточно слабое здоровье. У меня большие проблемы с глазами. И оставаться здесь одной мне просто-напросто нельзя. Как Ксюша говорит, мама, не дай бог с тобой что-то случится. Тебе даже скорую вызвать будет некому. Поэтому там у меня родные, там у меня дети. Там я буду нагружена заботой. Ну, и, наверное, да, может быть, нужно еще показаться более квалифицированным врачам. Вот поэтому все хорошо. Мы уже практически на чемоданах. Не прощаюсь с вами. У меня здесь встает с квартиры. Поэтому мы будем решать. Я буду решать, да, что с ней делать. На данный момент у меня мысли такие, что жить там, зарабатывать, делать ремонт. А как жизнь покажет, посмотрим. Видео я не буду забрасывать в канал. Буду выпускать по мере возможности. Но, возможно, не так часто. Спасибо огромное тем, кто пишет, что будут меня смотреть в Дзержинске. Это очень приятно. Спасибо за добрые, теплые слова и пожелания. И вообще слова благодарности мы запишем чуть попозже. Потому что Ксюша тоже хочет поблагодарить всех за помощь и поддержку. Все, ребят, всем хорошего дня. Всем пока-пока. Хорошего настроения. И побольше положительных эмоций в жизни. Спасибо.